В последний рабочий день минувшей недели Игорь Воронин выступил перед жителями Волжского с отчетом о проделанной за 2018 год работе. Ежегодный доклад главы городского округа состоялся в Большом зале Дворца молодежи «Юность». На мероприятии присутствовали более 300 местных жителей. Глава города рассказал о результатах своей деятельности, о том, как изменился Волжский за минувший год и поделился планами на текущий. После отчета, который был подкреплен презентационным роликом, встреча с горожанами продолжилась в формате диалога. Все присутствующие в зале могли задать и главе интересующие вопросы и в формате прямого общения получить на них ответы. Темы обращений были самыми разнообразными, начиная от масштабных экологических до узкопрофильных, таких как вопросы о бездомных животных, внутридымовых парковках и многие другие. Увеличение костепитивого обеспечения водой. Особенно интересовал присутствующих вопрос благоустройства города. Спрашивали жители о судьбе Краснооктябрьского района, новой части города и молодом, но перспективном парке Волжский. Скажи, пожалуйста, будет ли у нас еще что-нибудь возведено в парке Волжский? Долгое время территории в самом центре города не уделялось должного внимания. Сейчас же парк развивается активными темпами. Только в 2018 году здесь была установлена площадка для воркаута, появились декоративные фонтаны. Так в парке запустили открытую книгу, заменили поливную систему, восстановили тротуарное покрытие и провели работы по озеленению. В этом году в парке Волжский открыли новое 50-метровое колесо обозрения. Установили детские аттракционы. И на этом благоустройство этой территории не закончится. У нас же там два проекта. Один по ДК «Октябрь». Там 70 миллионов губернатор выделил на ремонт ДК «Октября» к 65-летию. А вторые 70 миллионов выделены на как раз именно благоустройство самой территории. Здесь больше будут все-таки такие вещи ландшафтные, как городки для детей. Попробуем сделать небольшой водоем. Говорили на встрече и о новых дорогах, которые уже построены и в скором времени появятся в городе на Волге. О строительстве нового жилья, привлечении инвестиций, развитии бизнеса в Волжском. Подняли горожане и вопрос медицинского обслуживания в городе. Один из наиболее острых. Сегодня больница Фишера становится на реконструкцию, что ее сегодня и по статусу повысит. Она станет не просто больницей второй, а третьей категорией, что там будет проведена и модернизация по оборудованию, и ремонт. И безусловно там ситуация по приему врачей сегодня и решается. На встрече с горожанами Игорь Воронин также отметил, что развитие города напрямую зависит от отношений и активности самих волжан. Если местные жители будут заботой относиться к своему городу и принимать активное участие в его жизни, в Волжске будет становиться все лучше. Игорь Николаевич особенно отметил работу окружных общественных советов поддержания порядка и процветания города. Наиболее значимое в 2018 году то, что действительно у нас улучшается благосостояние наших микрорайонов, что у нас созданы общественные советы, где решаются все жизненные вопросы внутри микрорайонов. То есть жители города могут обратиться. И общественные советы, которые созданы по инициативе главе администрации городского округа, позволяют нам улучшить жизнь и благосостояние наших горожан. Создаются реальные качественные условия жизни, чтобы жители жили, развивались и не пытались куда-то уехать. Стоит отметить, что в Волжском особое внимание уделяется открытому диалогу между жителями города и местной властью. Регулярно проводятся личные встречи, объезды округов и жилых районов. Также в городе был создан портал «Открытые Волжские», где волжане могут сообщить об интересующей их проблеме. На сайте регистрируется каждое сообщение и не останется без внимания. Диалог – это основа, без него вообще нельзя. Поэтому основная задача, конечно, выстроить и диалог с жителями, самое главное – получить от них обратную связь. Не просто вот сказали, мы услышали, а получилось, не получилось, и как-то вопрос там заиграли, замылили, такое вообще не должно быть. Даже если не получилось, надо иметь смелость сказать, что вот это не получилось, но мы таким работаем, это сделали, это предстоит сделать. Предстоит сделать действительно многое, ведь в этом году город отметит свое 65-летие не только масштабными народными гуляниями, но и серьезным обновлением всех сфер жизнедеятельности.